В нашей стране находится делегация Венгрии во главе с министром внешних экономических связей и иностранных дел. Программа визита включила проведение двусторонних переговоров в министерствах и ведомствах. Подробнее далее. Многоплановое партнерство продолжается. Пандемия не мешает диалогу нацеленному на формирование новых планов. Как не сойти с выбранного курса в условиях сложившейся ситуации – один из главных вопросов повестки дня. Переговоры в МИДе – первое дело в программе визита. Впрочем, это уже второй с начала года визит министра иностранных дел и торговли в Венгрии в Узбекистан. Обсуждены вопросы, важные для обеих сторон. Политические, торгово-экономические, инвестиционные связи, культурно-гуманитарные отношения, фокусе встречи и необходимость проведения очередного раунда межмидовских консультаций. По завершению стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области дипломатической подготовки, обмена информацией и документации. А что касается сотрудничества в области атомной энергетики, то здесь Узбекистан изучит опыт партнера в данной сфере. И тут предлагается содействие в создании учебно-информационного центра по атомной энергетике в Узбекистане, обучение узбекских студентов в вузах Венгрии. Также планируется открыть филиал Дебреценского университета, а заложили для этого основу путем подписания совместного соглашения. Следом представители делегации ожидали переговоры в торгово-промышленной палате. Здесь затронуты вопросы по расширению торговли между двумя странами, реализации инвестиционных проектов, организации совместных предприятий и создание рабочих мест. Плодотворно-быстро развивающийся, так назвал вкратце министр отношения двух стран. Также он поделился мнениями о том, как Узбекистан и Венгрия будут двигаться в дальнейшем условиях пандемии. Узбекистан предлагает венгерским компаниям отличные условия для бизнеса и расширения возможностей на внешнем рынке. Об этом свидетельствует и статистика. Так, за прошлый год товароборот превысил 75%. Только за четыре месяца текущего года, несмотря на ситуацию с пандемией, наблюдался рост уже на 44%. Значительность двигий наблюдается и в сфере атомной энергетики, в частности, в области подготовки кадров. Также стоит отметить сотрудничество в сфере фармацевтики, сельском хозяйстве и банковском секторе. Одной из основных точек взаимодействия сегодняшней встречи является то, что мы договорились о созыве совместного экономического комитета в ноябре в Будапеште.